99-го Псалма Не знаю, где побуждение такое было Это один из самых небольших таких Всего лишь 5 стыков Но он очень объемный, емкий И к тому же это Псалон Хвалёв Псалон Хвалёв Воскликните Господу вся земля Служите Господу всю сеть Идите пред лицо Его с восклицанием Познайте, что Господь есть Бог Познайте, что Господь есть Бог И что Он сотворил нас И мы Его Его народ и опцы паствовали Входите во врата Его со славословием Во дворы Его с хвалой Славьте Его, благословляйте имя Его Ибо благ Господь Милость Его во век Истина Его в рот Его Аминь Аминь Это хвалебный салон всех детей Это хвалебный салон всех детей Мало до великого Всех елочих По всему лицу земли И Он относится ко всем Что бы ни лежало у меня на душе Я иду в Дом Божий И вот это должно у меня Хвалите Его Входите в Дом со славословием С песнопением Радуйтесь Они сказали тебе слово А ты Бух И все Тебя как опухом по голове Вот Вот наше лекарство От всех Наших Год жизни Вот Познайте Что в Господе есть Бог И что Он милостив Что Он благ Аминь Давайте мы Это Тримим Потому что Иначе Мы Врядь не сделаем Но Мы Мы совершаем Упределенные действия Да Вот мы Прочлили в церковь Мы веровали Мы крестились Приняли Святого Дня Крещения Мы посещаем церковь Служим И так далее Общаемся И что дальше Какова наша цель Куда вы стремитесь Что вы хотите Что вы ждете Что вы ищете Вот Ряд таких вопросов К вам Я вам Помогу на них ответить Кто ищет Чувств Приходя сюда Хорошие Добрые чувства Эмоции Переживания Кто Ищет Чудес Исцелений Знамений А таковых Наш господь сказал Род лукавый Прелюбодеевый Ищет Знамения Знамения Кто Я есть Бог Бог Хороший День Будет Обижаться А А вот Знамения Сейчас К сожалению Очень Немногих Верующих Интересует Жизнь Вечная А как бы Абстрактно Ну да Мы Будем Там Где-то Когда-то Что-то А более Преспокоит Жизнь Нынешняя Чтобы она Была Спокойна Беспроблемна Полна Радости И веселья И Девиз Ее Сейчас И Побольше Дай мне Сейчас Боже И Боже Если Такие Которые Не признаваясь Даже Сибирь В действительности Ищут Не Бога Отнюдь не Бога Не Его Царствие Не Его Присутствие Не Его Мудрость А вот как мы Отметили Сейчас Приятные Ощущения Общения Благословения Процветания Счастливого Брака Детей Послужных И так далее Это все Нужно Но если В самом начале Цель Бог Безвечен И Понимаете Когда Цель У людей Такова И Они Этого не получают По той или иной причине А что происходит Происходит Разочарование Обиды Они Где-то Внутри Ты даже их не можешь озвучить Как бы Разочарование и обиды Обвинение Церкви В недостатке Любви И Заботы То Не так Успокоиться И Естественно Как выход Поезд Другой Церкви Более духовной Более истинной Более Благословенной Более Павел Призывает Жить Вместе Он Призывает Назвать Держась Правды Веры Любви Мира Со всеми Призывающими Господа От Чистого Света То есть Ты Неси Правду Ты Проявляй Веру Будьте Пригнеть Со всеми людьми А тем более Призывающими Господа От Чистого Сердца Вот Наша жизнь А Это Невозможно И Никогда Не получится Если Я Не ищу Бог Или У меня Неправильная Мотив Это Горькую и Сварливость И Не только В отношении Братья И Сестер Богат Машину Купил Нет Она В отношении Бога Что Ты Не Бог Не На Того 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 И Это Может быть Не Не Обязательно К Материальному Но И Духовному Небольшому Вот брат Или Сестра Они И молятся И на все Служения ходят и Слово читают, и знают, и проповедуют, и служат, и поют. А я? Хочется спросить, а тебе кто не дает? Ну тебе кто не дает, родной? Ведь тем более мы все призваны служить в Тебе. Все, да? Так как мы члены этого Тебя. Об этом говорит Писание. Вы члены Тебя, каждый. А вместе Тебя. Ну правда, еще одна из-за этого пульмена. Правда, очень многие хотят быть головой. Или хотя бы тем, что на голове. Вот он все имею в виду глазами, ушами, устами. Ну, на крайний случай уж, руками и то. Только указующий перст. А делать что-то не нужно. Ну, в общем, хотят быть теми, что видно, что престижно, что почетно, а не какой-нибудь там селезенкой. Что это такое, печенка-селезенка. Забывая, что без функции вот этой малой, малозаметной селезенки, и очередь может закрыться. Писание утверждает, что в теле одинаково важны все члены. Ну, допустим, наш язык. О, язык. Вот несовершенненько. Как написано, малый орган давно воспаляет все вокруг. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного зла. И некоторые слова, они могут больно ранить, обидеть. Ну, или на худойком месте просто напрячь. Напрячь. Ну, например, такие слова. Вы обязаны. Или вы должны. Сразу называют, это сразу называют, такое отторжение, протеревное методом. Ты ничего не должен. Но, если Бог крестил вас, вот слушайтесь вы эти слова. Если Бог крестил вас в тело Иисуса Христа, в церковь. Вы стали Его частью. То у вас просто появляется своя функция, обязанность. Которую вы, кстати, хотите исполнить. Изменяется мышление вот здесь. Вы пришли. Вы стали членом. У вас появилась какая-то функция. И вы ее хотите исполнить. Вас никто не заставляет. Вы хотите. Вот такое было. Напомню, что наше тело, и вообще тело духовной церкви, это живой, саморегулирующийся, самовосстанавливающийся организм. Кто-то приходит, кто-то уходит, он восполняется, он живет, он движется, развивается. Это не организация. Еще раз хочу вам напомнить. Это не организация мирская, где действует принцип. Я начальник, ты... Я начальник, а ты... Но наоборот, как написано в Петра, в этом организме, в этом организме, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Уже получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Или же, еще раз, да, не о себе каждый забудься, но каждый и о друге. Аминь. И вот тут появляется вот такая странность. Знаете, я ее замечал во многих церквях, да и у нас, я, правда, уже ко мне не замечаю, но... Вот многие верующие всю жизнь церкви посвящают выяснению одного вопроса. А какой же у меня дар? Всю жизнь ломают голову, да какой же у меня дар? И не дай Бог ошибиться, не дай Бог. А вдруг он не от Бога? И лучше тогда я вообще ничего не буду делать. Забывая, да, что под лежачий камень, вода не длежит. Что Бог благословляет действие, действие, твое желание, твое открытие. И Бог слове нам дал ободрение в этом плане. И назидание. И все, вы знаете, и все. Что делаете? Делаете от души, как для Господа, а не для человека. Аминь, да? Все, что вы делаете для Господа, это все благословенно. Если вы все делаете, во славу Его, это все благословенно. И делаете ради Бога. Потому что мы Его народ. Да, как мы все начали. В девяностое... В девятое... В девятое... Мы Его народ, мы Его дети. И это сравнение, оно не даром. Вот вспомните, сколько казусов, сколько неприятных минут то тянили вам ваши дети. Да? Но мы их, тем не менее, не убили. Но наоборот, мы их не кишали, подбадливали, даже ловили. Как-то... Я часто привожу хорошие примеры. Видите, Альфы. Как из-за этого курса. Где девочка в холле в гостинице, где-то в Амстердаме в XIX веке. В холле, значит, ужасно раздражало всех окружающих. Ну, пока к ней не подсел мужчина, который оказался у Папы. И начал ее вот этот дрынь-брынь-дрынь-брынь оформлять музыкой. И полилась чудесная музыка, которая впоследствии произвелась в половинские пляски, все произведения известных из оперы «Князь Кипра». Это был и ее Папа композитор Александр Бородин. Так вот, я говорю, вот пример. А тем более, тем более Отец наш Небесный. Даже самые неудачные, самые неуклюжие наши дела он может превратить в шедевры для славы Сыне. Аминь. Когда вы... Ваша мотивация, когда ваше сердце хочет ему служить, не беспокойтесь, шедевр будет. Но у него происходят вот странные вещи. Вместо того, чтобы усилить желание трудиться, возникает непонятный страх, побуждающий нас зарывать что? Свои таланты в землю. Откуда он берет? Есть один талант, и тот надо зарыть. Почему? И Библия однозначно предупреждает, что в таких случаях наказание неминуемо. Неминуемо. Вы помните все в Матфея 25 главу, там притчи о девах, о талантах, и вот там есть, а негодного раба бросьте куда? В отьму внешне. Там будет плач, вот это негодный раб. И наказание, вы поймите, наказание, то приходит не за плохое или неугодное Богу действие, сделанное как бы без Духа Святого, а наоборот, за бездействие, за лень. Наказание. И еще и прикрывается лукавство. И оправдывается лукавство. Я знал, что ты человек жестокий, жнешь там, где не сей, и собираешь там, где не рассыпал. Я знал, поэтому я вот закрыл. Твоими словами буду тебя судить, лукавство. Так вот, понимаете, единственное оправдание для бездействия в церкви, для бездействия, ну, если это, конечно, можно назвать оправдание, это наличие в вас любопрения и числа. Вот, в переписанах. Ничего не делайте по любопрению и числа. Если вы видите в себе эти пороки, то есть вы любите поспорить, спорить и возвыситься. То лучше действительно ничего не делать. Тогда лучше не надо. Но если делаешь, как для Господа, я повторюсь, то делай без всякого сомнения. И Бог обязательно благословит. Вот два места, которые я хотел бы на него. все, что может рука твоя делать, по силам делать. потому что завалило, там уже ничего не было. там так, и здесь продолжить. И вот Якова, всем известный стих. и так, кто разумеет делать добро и не делает, тому что... не слышу. Аминь. надо сказать, это истина. Вот кто... Делай, вот разумеет, что это добро, вот это надо сделать. Но не делай. Вот. опять же, все, что я пересистил, вот эти все качества, это все относится к возрожденному и верующему, где я могу. Но в собрании обычно есть некто. Вот пришел просто человек. И к нему можно обратиться, сказать, друг, если ты просто, просто заблудился, ну, и пришел, и пришел. Забрел на огонем в церковь. И тебе вот понравилось общение, тебе понравилось эшмотфер, чай пить, или еще что-то, пестофение, ну, мало ли. Но ты пришел не к Богу. Ты не знаешь его. Ты не любишь его. Ты не ищешь его. То услышите эти слова. Кричи к нему. Кричи. Моли его, чтобы он открыл для тебя, нашел тебя, чтобы он достучался в твое сердце. Это я всем говорю. Меня всегда вот поражают мысли. Всегда на меня просто тревожат, поражают, убивают. Ведь как будет вольно, обидно, страшно. если проходя всю жизнь в церковь, при угарах, вдруг услышишь в последнюю днюю свой адрес, никогда не знал, отойдите от него. Ужиг. и судя по тексту, судя по тексту, эти слова обращают не предавы верующим, а к мощным, как мы сейчас говорим, помазанным служителям. многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не твоим ли именем и пророчествам, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили, то есть такие мощные, таким, извините, служителям памятник при жизни надо ставить. А Иисусу говорит, отойдите, я никогда не забываю. В чем причина? Вы не задавались? в чем же делаете? Мне кажется, ну, мотив. Мотив. Зачем? Для чего я прихожу в цель? В какую цель? Зачем я это делаю? Или что-то вообще делать? Зачем? Для славы Божьей? Или же для своей? Чтобы меня похвалили? Чтобы меня превослилили? Чтобы мною восхитились? Для этого Иисус сказал уже на это, они уже получают на нас. Они уже получают на нас. Обычно это добиваются, как их писание называют, такая категория есть, в этом мире, лютые волки. Давайте, мы прощем. Где они? Павли, мокоматик, мы это добивались. Ибо я знаю, что по шествии моем Павел собрал в Эфесе пасторов и пасторов и с ними прощал. По шествии моем пойдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Дамы увлечу, что никому таки? Вот, опознавательное слово. Не за Христом, за собой. Приходите, это я целитель, я пророк, я помазанный. Идите сюда. В Матфея написано, если скажут, что там в Христосе, не ходите, не верьте. Есть такое? Почему Писание предупреждает нас в омоге в Писателю на любом местах? Вот, допустим, вот и Абла чуть ли не видит, да? Возлюбленные, не всякому духу верьте. Но испытывайте духом, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Испытывайте духом. А чем испытывать вы можете? У вас нюхали на солнце, это вот, но это лжепророк. Или как будет? Только вот так вот, если вы на луж эти матрицы, виниродную не соответствую. Но так эту матрицу надо же знать. Вот почему я говорю. насчет мотивов, я думаю, вы все согласитесь, что свое состояние внутреннее вы всегда можете выяснить наедине с Богом. Можете это сделать? Просто открыто, честно сказать ему, Боже, вот это есть во мне. Вот это вот есть, вот я вот убери это, пожалуйста. Исправ это. Дай силы так не делать. Еще один момент, вот я хотел бы не сказать, нынче развилось очень много таких стенающих проповедей, я их не могу менячем назвать, которые резко критикуют недостатки церквей, и седующих на их плохое духовное состояние. Просто все плохо. Пол Гошера я бы слышал плохо. Вот они напоминают, знаете, вот наших юмористов. Над кем смеются? Над собой? Смеются. Вот понимаете, вскрывать, нарывы-то вскрывают, а где выход? Простите, как? Где выход? Или, допустим, недавно вы читали пророчество? Феркерсон. Да. Феркерсон, но его уже, правда, нет. Вы читали. И вот они объявляют вот эти такие стенающие проповедники ужасное пророчество. Вы знаете, ужаснейшее, по-моему, они говорят, многие не спасутся. А я думаю, ничего себе. Ну, для тех, кто сам читает битву, знает и изучает не из чужих слов, это одни не шокирующие, мы и так знаем, что многие не спасутся, потому что писание называет спасенных малое стадо. Не большое, а малое. Ну, так написано, тем более в притче о сеятеле мы знаем четыре вида почвы, да? Четыре вида почвы человеческих наших сердц, и только одна из них плодородна. А они все как бы слышат слово и в церкви. Одна из них плодородна. Вот почему я считаю, это я считаю, что проповедовать нужно больше не о десяти, давайте не седетесь, а прежде всего о рождении свыше. Прежде всего. Чтобы люди молились об этом. Если они чувствуют, что они не таковы, что они не имеют этого контакта с Богом, чтобы они об этом молились лучше. Чтобы они стремились к Иисусу. И это некрасивая фраза, понимаете? Надо в набам родиться свыше. Это не модная такая фраза. Если ты не родиться свыше, ты не только что войти, ты увидеть его не сможешь, написано. Это жизнь. Потому что либо вы пшеничка, либо вы плен. Либо овечка, либо берите козел. Либо сын милосердия, либо сын проклятия. Подбили. Середины нет. Третьего быть не на Бога. Вы знаете, вот кто ходит довольно долго в нашу церковь, поместную. Я никогда никого не стращаю отходить. И сам никого от Бога не отключаю. Или не стращаю потери и спасения. Почему? Я вам объясню. Потому что нельзя потерять то, чего ты никогда не имел. и нельзя отпасть от того, частью чего ты никогда не был. но я постоянно учу, что у каждого должен быть момент, ощутимый момент рождения. Как вас в рандоме попутки хоплили, вы закричали. Так вот что-то нечто плохое. Обязательно должно быть вот это свидетельство, как у Иоанна есть, от Бога, свидетельство в себе самого. Описательно. Если его нет, еще раз говорю, просите Бога, чтобы он нашел вас и родил вас словом истины, как у Якова его стали раздражать. Бог восхотел, родил нас словом истины. Он и мы сами. Почему это арфер важно? Да потому что еще на 25 процентов этой плодородной почвы, враг что сделал ночью пришел и посеял кто? Пленок. И Господь, что как-то странно звучит, но Он запретил ученикам выдергивать пленок, чтобы не повредить и пшеничку. И вот дожатвы они растут вместе, верят в их силийца, в одной церкви и очень-очень похожи. Очень-очень похожи. И иногда даже пленок более, так сказать, выглядит респектабельнее, солиднее, вот, с горда поднятой, головой пустой. Ну, пшеничка, да, она как созревает, плод наливает, она к земле, а пленок торчал. Я говорю, вот единственное различие между ними это то, что пленок это бесплодие. Бесплодие. А плоды, что такое? Труд? Труд для Господа. Иван Галетар, очень чудесный стих, я хочу, чтобы вы его запомнили. Не вы меня избрали. Вот опять, очень важный момент. Не вы меня избрали, не вы сюда пришли. Это я вас сюда привел. Иисус говорит. А я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш прибыл вам. Аминь. Аминь. Запомни. Или Бог всемогучий, или Он не всемогучий. Я могу Ему не подчиняться, но за это я буду получать свое время по одному месту. И очень больно. Но тем не менее, будет так, как Он сказал. Аминь. Будет так. «Имеющий уши, я слышу, и кто слышит вот это, для кого это важно, Он идет и трудится, и пускает в оборот то, что Бог ему дал, и старается, чтобы плод его возрастал, увеличивался, унижался. И такие чувствования и убеждения во всех скол бьет вот фонтан благодарности Богу. А благодарен собственно за за что? Да? А за то, что Он нашел меня. Я благодарен Его за то, что Он нашел меня, что Он извлек меня из этого страшного, волючего ворота, где я пребывал. Он освободил меня от множества страхов, от депрессии, от зависимости. за то, что я был недостойным, а стал достойным. Был мертвым, а теперь живой, как вы видите. Он пропадал и вот нашелся. Понимаете? Конечно. И это, поверьте, это не сухая электрия, это не какое-то не абстрактное учение, это вся моя жизнь. Это моя сущность. Я этим живу. И все вот это благодаря только Всевышнему. Только Ему. Что Он нашел меня и подарил мне веру. Да, 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 Он нашел меня и подарил мне веру в то, что Его Сын Иисус Христос умер за меня. Не веру в благоденствие, а то, что Иисус умер за меня. Правильный за неправильный. Святой за нечестивого. Умер омыл своей кровью. И теперь Господь стал моим путем нового живого. Пусть узким, трудным, но ведущим в небесах. Да. Итак, братья, имея дерзновение, входите в осветилище посредством крови Иисуса Христа путем нового и живых. Это Павел говорит, сдержновение, смело. И затем в 23-м он призывает нас держаться, исповедание. Вот это упование неуклонно, ибо верен обещавший. Опять он говорит, ибо верен тот, кто это соделал. Верен обещавший. Ну и дальше говорит, а если кто поколеблется, ну не благоволит тому душа моя, ну получит его. Сомнения в слове Божьем это общественность. И они могут привести и приводят к оденям. Приводят. Многие люди падают за сомнением в слове Божьем. Вот чего уж действительно нужно бояться, так это неверие в слову Божьем. Не какой у меня дата, а неверие в слову. Мы получаем Духа Святого через веру. Аминь. Через веру. А не через дела закона. Не через наше примерное хорошее победитель. Так написано. Так нам говорит Дух. Далее Дух приходит через веру и на веру. И в Ефесянам 1.13 описан порядок последовательность приобщения нас к Божественному естеству. Как мы становимся в Божественному естеству, которое уходит в Нем. Опять-таки в Нем. От Него, от Бога. И вы, услышав слово истины, благоествование спасения ваше и уверовав в Него, запечатлены Святым Духом, дальше, который есть залог в Последнее Ваше. Бог даже вам дает залог. Вот смотрите, чтобы вы были уверены, вот вам залог в Дух Святой, что Я вас спас. Так вот, иначе, иначе не бывает. Это, чтобы вы прослыли. Принято слегка на это. принял спасение, уверовал, приходит Дух Святой и запечатлевает нас и никак не иначе. Затем этим же Духом мы крестимся в одно тело, ходим в церковь, и все нападяемся одним Духом. Говорим. Все мы, первое коридорио, все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи, иеллины, рабы, и свободы, и все напоены одним Духом. Мы имеем его силы. И напояемся так, что там в Евангелии она написала, что Иисус был на празднике Коши в Берусалиме, и он тогда когда иди ко мне и пей. И сказал, кто верует в Меня так, как написано в Писании, у того из чрева потекут реки Водезу. Аминь. То есть, напояемся так, что сам первого становится источником этих рек. Вот это истинное миро. Вот это ваш эталон, к чему стремиться надо. Если вы видите, встретил друга, однокашника, не видел, но, куда ты идешь? А ты курс, икрой, ищет я. или на близкие звезды. Да? Из чрева, как иди, утре, икер, ищет я. Но почему? Я говорю, вот обетование это есть. Бог нам сказал, проговорил всех, если вы веруете так, как написано так, как я хочу, не так, как вы хотите, не так, как вы представляете вот так вот на веру, а так, как я вам написал, то потекут реки возбуждения. Он говорит, ну вот обетование есть, но почему же в нас оно так слабо проявляется? Это не оказывается, что обетование есть, но и все бы, сразу бы все бы, уууу, так бы весь таганрог умеровал уже был бы здесь. Почему наше хождение перед Богом больше напоминает, я бы сказал, такой, утручающий, сохший сорняк перекатитой, сколючий, чем животворящий фонтан Богом. Ну, во-первых, я хочу вам это объяснить, во-первых, я думаю, что дух обильно дается искренне желающим. Дух дается искренне желающим трудиться для Господа и еще и с правильным мотивом. Ага. Каждому, это я могу подтвердить, пожалуйста, но каждому дается проявление Духа на лопуте, на лопуте. Хочу вам сказать, что Симон Волх, такой вам известный персонаж из 8-й главы, где я. Волх, он волховат. И вдруг увидел проявление Духа Святого на людей. И он подходит к апостолу, он говорит, дайте мне эту власть, и деньги. И что апостолы сказали? Да будет дать тебе проклятие. Да? Кто захотел приобрести за деньги, это с корыстными намерениями не получит ничего, кроме проклятия наказаниями. В Библиоте говорит, что Бог производит и разделяет дары в теле сам, как ему угодят. Аминь? Сам. И дает же опять их тем, кто старается обогатиться ими к назиданию церкви. Понимаете? Обогатиться ими к назиданию церкви. То есть применять эти дары. Не для личных нужд, не для удовлетворения своего, не для наслаждения. Как у нас было одна группа такая? О, в духе сидит. Матчин сам в духе сидит. А вы же на куда дух делся? Куда дух делся? Извините. И что вы дальше думаете? О, в духе думаете? я хочу, чтобы вы это уразумили, что проявление Духа Святого обязательно будет у желающих и трудящихся, готовых трудиться для славы. И вот еще один момент, напомню вам всем известное место Откровение. Это Иисус, да? Он стоит в двери каждого сердца. Последняя книга Откровение, в которой все люди страшатся. трубы, кропильни, чаши гнела, язвы, трубы, фанфары. Иисус стоит. Все стоят в двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерей с ним. Он сойдет. Ну как же, Иисус, ты же сказал, что ты в нас уже. Да, но не в сердце. Да, он в нас, но не в сердце. Он говорит, пути меня в самое сокровенное твое. Войду туда, войду и буду общаться с тобой. И залью, затоплю твое сердце моей любовью. И проблемы отойдут на второй план. И все страхи исчезнут. Потому что моя любовь, любую любовь и заняет не просто так. Аминь, так ли, так ли. И ты уже не будешь любыми путями, как я это вижу. Стараться притянуть, стяжать к себе или заставить других людей полюбить тебя. Ты не будешь этого делать. Так как Божья любовь слуху компенсирует нехватку любого человечества. Любовь Иисуса меняет, укрепляет, утверждает нас, назидает, дает понимание и уверенность. В чем? То, что Бог никогда не останется и никогда Он не отвернется нас, Он никогда не покинет. его невозможно ничем удивить, ни чем-то шокировать. Абсолютно невозможно, чтобы бездесущий и всезнающий Бог вдруг с удивлением заявил такие основания оооо если б я знал, что вот этот товарищ или вот этот товарищ Бога сотворил такое, я бы его не спасал. Он не может такого заявить. Бог знает все наши дни когда ни одного их еще не было. Он знает все наши дни с первого песка в роддоме и до последнего вздоха на смертном воде. Он знает все. Знает какие мы, наш состав, что мы прав и пепел. Но тем не менее он заявляет ты мой, ты мой возлюбленный. И вот он высадил и говорит вот я начертал тебя на гладях. Вот эти раны Иисуса это имя твое. Имя твое тут на этих гладях. Это его появилось каждому это. И вот опять я уже стенами еще попалил. Когда я вижу что все не так это больно хочется сказать. я показываю подробнее. Знаю все эти чудесные обетования Бога. Почему же мы все таки не нищаем не принимаем обилия его благодатья. Почему? Я тут стараюсь. Мы не верим безусловно безпричинную вечную всемогущую душу. У нас условная любовь. Мы привыкли безусловно. Ты меня любишь я тебя тоже. Безусловно. 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 Не знаю. И потому мы и думаем и делаем все возможное для Бога в знак величайшей благодарности Ему за то, что Он уже сделал для меня. Я тружусь для Бога. Я хочу трудиться для Бога уже в знак благодарности за то, что Он уже сделал для меня. Что Он меня простил. Что Он меня омыл. Что Он меня принял. Что Он меня возлюбил. Что Он меня посадил на небесах. Где И последний, еще один момент, я как-то вычитал, есть такой автор, Макс Лукан, я его люблю, интересный пример, там он описывает, как американские церкви помогали детям-сиродам-саградокам. И в этом рассказе я извлек такие довольно мощные духовно-назидательные моменты. Как вы знаете, Сальмадур это бездна, нищая, там мафия, наркотельцы, они все прибрали к рукам, и народ бедствует. И в этом рассказе, вот что, значит, к ним, когда приходят вот эти красивые коробки с подарками, то для бедных детей, сами вот эти яркие коробки, цветастые, с ленточками, с бантиками, там разные, они уже являются самыми чудесными. Превосходящим все, что они когда-либо видели. И дети ими восхищаются, они ими любуются, они гладят, обнимают, целуют, но открывать их не забираются. Понимаете, что интересно? И похожи ли мы на этих детей? Не делали мы то же самое с Духом Цветы. Как в притче о Минах, вы помните, да? Они очень схожи с притчей о Талантах, только Талант там один, там три, там пять, да? А тут каждому по Минидам, каждому по Духу Святого, ну да, Духу Святого, да. И что мы делаем с ним? Мы заворачиваем в платочек, как драгоценный, ставим в душе там прячем на почетное место, проявляем уважение, благоговение, но никогда не открываем его дорогу. И не пользуемся им. Вот что мы делаем. Говорить о них мы говорим очень много. А Дара Духа, ну это что, поговорить на этот специалист. И три. Я хочу, чтобы Господь хочет войти в нашу жизнь со всеми горестыми, печальными, невзгодными, проблемами. И реально помочь. Он настойчиво, как я вам сказал, состою и стучу. Настойчиво стучит в наше сердце. Открой, я пойду и помогу тебе. И Бог имеет множество каналов, путей, через которые Он направляет в нашу жизнь свою силу. Вот, вот. Это и через церковь, это и через верного супруга, это через друзей, через братьев и сестер, ну и так далее, и так далее. Благодать течет из различных мест. И благословения приходят в разных упаковках. Но только нужно их открывать, принимать с благодарением, открывать и применять. И помнить, что главным сокровищем являются не сами подарки, а дарите. Вот это, эту истину, эту мысль очень важна. И она должна стоять на первом месте. Ее необходимо доносить всем людям. И детям в том числе. Не только в Сальвадоре, но и у нас в России. Если люди поймут, что все благословения от Господа, это будет хорошо и чудесно и правильно. Если будут принимать как от людей, грош цена, какую помощь из них подарят. Я вам приведу такой пример. Сколько притыканий на моей памяти бывало и разочарований, когда люди видели, что помощь приходила через церковь. И вдруг в этой церкви что-то случалось. Расколы, склоки, вражда. И братья и сестры вели себя при этом самым не наилучшим, не подобающим образом. Ну и что из того? Что конец света наступил? Все пропало, шеф? Крафт. Если такое встречается, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, возможно. Знаете, что с нами всегда тот, кто держит любую ситуацию под контролем. Под контролем. Даже плохую. Любящим Бога что? Все соответствует. Все. Он же ее, кстати, и допускает. С определенной целью. Но мы не знаем. В тот момент мы не знаем с какой. Мы только можем роптать и обижаться. А, вот надо ли. И не забывайте, что Бог – это источник и подателем всех благ. Аминь. Аминь. Текст, который из сегодняшнего псалма. Ибо благ Господь и милости Его вовремя. Аминь. Аминь. Он много терпелив. Он много милостей. Он человека любил. И от Господа Иисуса Христа к нам постоянно приходят и его приглашают. Он говорит, кто обременен? Кто страдает? Кто в нужде? Кто страждает? Кто жаждет? Иди ко мне и пей воду жизни даром. Он приглашает. Идите. И вы получите. Идите с верой. Вы получите. Идите. Только я могу дать вам мир, покой, радость, который вы так уже говорите. И вы знаете, что я вернусь к этому? Обычно к подаркам мы когда поздравляем с днём рождения, именинник есть, мы поздравляем. Обычно к подарку мы сопроводительное письмо какое-то. И с пожеланием от дарить. Так вот, наше письмо любящего отца, оно всегда перед нами, да? Оно всегда перед нами. И оно никогда не должно затеряться среди его подарков и его благословений. Слово и подарки – это разные вещи. Библия – это бриллианты. Это драгоценное письмо нашего отца, через которое мы всегда слышим его нежный и ободряющий голос. Не бойся. Я всегда скажу, я не оставлю никаких у тебя. И вот последний текст. И время мне нравится. И сказал Бог. Любовью вечной я победил тебя. И потому простёр. Аминь. 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 Аминь.